Повезло мне несколько раз в жизни. Один раз, у меня есть хобби, как у каждого, собственно, живого человека, я опять бегаю и купаюсь у себя там по городскому Глебову, и вот я убегаю, значит, побегал, это было где-то 5 назад или 6, и обратно я, да, сказали, что должен приехать какой-то большой начальник, ну и обратно я решил не лезть через центральный вход, там стояли всякие начальники, ждали, а я зашел через третий пост, вот, ты помнишь, вот, меня пропустили, значит, в столовку проник через ворота, там, вот, и поднялся наверх, покушал, пускаюсь вниз, и что-то меня остановило в последнее время, одеты были в обычные спортивные штаны, в майку, вот, но мокренькие, естественно, после пробежки, я стою перед дверью, открываю дверью, там щель небольшая, и на той стороне, с той стороны двери, кто-то объясняет другому человеку, как нужно заниматься нашей работой, громко и красиво, с применением неформального лексика, но вы знаете, да, что после Великой Отечественной войны, значит, специалисты разных вооруженных сил, наши стали считать, что вот почему же так все произошло, выяснили, что вот в немецких словах 7 букв в среднем, а в английских 4, и поэтому пока немцы передают свои боевые распоряжения, в отличие они их уже успевают замочить, вот, стали выяснять, что в нашем среднем слове 5 блоков оказывалось, то есть как бы непорядок, да, ну, нужно что-то, но потом кто-то умный сообразил, что когда начинаются боевые действия, что русские военные переходят на мат, в котором, как известно, 3 слова, а некоторые даже 2, вот, в этом нам бояться нечего, дорогие друзья, мы и приедем планеты всей, да, и вот мужчина с той стороны объяснял другому мужчине с помощью этой самой лексики, он, видимо, вел боевые действия, как нужно этим заниматься, вот, и я так в дырочку осторожно посмотрел, потому что с той стороны стоял начальник генерального штата Гражданской силы Российской Федерации, генерал армии Атолий Квашниев, и рассказывал дяде Юре нашему, значит, как вот это все нужно делать, вот, ну, я думал, Господи, успею, я, значит, до конца, рабочего дня, или я так и проведу остаток дней в майке столовой, ну, слава Богу, все закончилось, а почему я это все рассказал, потому что вот песенку, которую я сейчас вам покажу, она родилась в замечательные 90-е годы, когда мы ждали зарплату, как ману небесную, когда на Новый год 30 декабря пришел наш Финн и сказал, что ребята, извините, значит, декабрь эти деньги вам заплатят в феврале, ну, и счастливые офицеры пошли, у кого были машины, бомбить, у кого не было машин, не знаю, грустить пошли, вот, и песня, получилась такая песня, которую потом мне сказали мужики из Гоу, что вот эту самую песню товарищ Квашнит цитировал на одном из коллегий Министерства охраны Российской Федерации. У полковника ГШ нету денег ни шиша, хоть как кардами с нашлихами блестит, а мы верно идет, где в метро бесплатный вход, а в кармане ветер весело свистит. Можно матом по врагам, демократам и долгам, по Минфину, по Ночфину и Чечне, но пройдет минута пять, и начнут зудить опять мысли грустные в военной голове. У полковника ГШ на работе кореша сей коричневый до стол, чего грешит, спит во пляж с пятерой, кусту шонки байкановой, все, что нужно для лесораниной души. А где-то коротко нагар, и на стволе густой нагар, и вертушка над зеленкой улетит. Сколько ему прошел засад, сколько вывел он, ребят, да из последней что-то долго не уйти, да из последней что-то долго не уйти. А он не верит ни в приметы, ни в политические кардебалеры, Он нужен был тогда в туалетах, а вот сейчас как будто нет. И винить-то здесь кого, да себя же самого, кто же думал-то, что все пойдет вот так. Что вот так ценить начнут этот самый ратный труд, и чермойц превратится твой в летак. У полковника Гоша по ночам болит душа, то от Курева, то от веселых тун. У полковника Гоша нету денег ни шиша, слава богу, хоть остались честь на ум. Слава богу, хоть остались честь на ум. А он не верит ни в приметы, но дома держит под билет. Он нужен был тогда в туалетах, а вот чупайся, вроде нет. Он нужен был в стране советов, а вот теперь как будто нет.